Работа с обращениями граждан и юридических лиц была в центре внимания на очередном заседании городского исполнительного комитета. В Барановичах прошел пробег, посвященный 165-летию пожарной службы Республики Беларусь. Участие в марафоне приняли около 150 человек. В Барановичах прошел второй этап Брестской областной отраслевой спартакиады среди работников строительных организаций региона. Соревнования прошли по четырем видам спорта – мини-футбол, волейбол среди мужчин, волейбол среди женщин и бильярд. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». Состояние работы с обращениями граждан и юридических лиц, реализации требований директивы президента Республики Беларусь номер 2 в первом полугодии 2018 года было в центре внимания на очередном заседании городского исполнительного комитета. Структурными подразделениями горосполкома, учреждениями и организациями проведена определенная работа с обращениями и заявлениями граждан по их своевременному рассмотрению, реализации требований директивы президента Республики Беларусь номер 2. В первом полугодии в Барановичский горосполком поступило 902 обращения. По сравнению с анализированным периодом прошлого года, их количество уменьшилось более чем на 5%. В ходе проведения личных приемов и прямых телефонной линий к руководству горосполкома обратилось более 347 человек, что на 104 обращения меньше в сравнении с первым полугодием 2017 года. Количество электронных обращений увеличилось более чем на 33, составило 176. Это свидетельствует, что в последнее время формат подачи обращений изменяется в сторону подачи заявлений посредством сети интернет. Из общего количества обращений 786 или 87% поступили непосредственно в горосполком, 92 или 10% через вышестоящие контролирующие организации, 24% направлены иными организациями. Обращения, адресованные в различные государственные органы, а также в республиканские средства массовой информации, по своей сути, носят разнообразный характер. Это просьбы по оказанию материальной помощи, содержание уличной дорожной сети, капитальный ремонт жилищного фонда, оплата коммунальных услуг, улучшение жилищных условий, строительство инженерных сетей в районах индивидуальной жилой застройки и ряд других обращений. За отчетный период положительно рассмотрено более 146 вопросов, или 17% от общего количества обращений. 60% составили обращения, по которым даны разъяснения. 3% заявителям обоснованно отказано в удовлетворении требований. Более 50 обращений рассмотрены с частичным принятием мер. Написано 166 благодарностей. В горосполком поступило 58 коллективных обращений. Тематика коллективных обращений в основном затрагивает вопросы благоустройства улиц, строительства сетей канализации, ремонта многоквартирных жилых домов, землеустройства. Анализ содержания показал, что основными причинами обращений по указанной тематике являются оплата коммунальных услуг, необходимость проведения текущего капитального ремонта жилищного фонда, недовольство работами жилищно-эксплуатационной службы, необходимость ремонта и благоустройства дворовых территорий, вопросы уличного освещения и содержания ремонта уличной дорожной сети. В дальнейшей работе с обращениями граждан и юридических лиц, после участвления административных процедур, необходимо принять дополнительные меры, которые будут направлены в первую очередь на обеспечение качественного и своевременного рассмотрения обращений. Уважаемые телезрители, 21 июля с 9 до 12 часов состоится прямая телефонная линия с управляющим делами Брестского областного исполнительного комитета Георгием Николаевичем Хвалько. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте. В Барановичах прошел пробег, посвященный 165-летию пожарной службы Республики Беларусь. Легкоатлетическая акция «Пламенные сердца» стартовала у Старого парка. Участие в марафоне приняли около 150 человек. Кросс стал настоящим спортивным праздником для горожан. Накануне ровно в 11 часов дня у Старого парка был дан старт легкоатлетической акции «Пламенные сердца», посвященной 165-летию пожарной службы Республики Беларусь. Флэшмоб собрал порядка 150 человек. Это сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Барановичей, члены их семей, а также неравнодушные горожане и даже гости города, которые пришли поддержать и поздравить спасателей со знаменательной датой. Сегодня одна из приоритетных задач БРСМ – это наладить взаимодействие молодежи с различными структурами города, в том числе и ГРОЧС. И, конечно же, мы не могли пройти мимо такой замечательной даты – 165 лет пожарной службы. И сегодня молодежь откликлась. Главная цель акции – это популяризация здорового образа жизни и пропаганда физической культуры. Огнеборцы совершили пробег по маршруту от улицы Комсомольской до улицы Димитрова. Длина дистанции составила 1,7 км. Колонну активистов сопровождала спецтехника МЧС, уникальный пожарный мотоцикл «Днепр-156П», автотранспорт ГАИ и скорые помощи. В данной акции принимает участие город Барановичи, город Ляховичи, город Ганцевичи. В последующие дни будут присоединяться другие районы области. И финишируют акции 19 июля в городе Бресте на Гребном канале. Хорошее настроение, полон сил и энергии. Надеюсь, что данная акция будет продолжаться и в последующие годы. В Барановичи акция «Пламенные сердца» пришла впервые и сразу же полюбилась горожанами. Об этом свидетельствуют многочисленные прохожие, которые останавливались и с интересом наблюдали за происходящим. Большинство доставали телефоны и запечатлели события на видео. Мастер-спасатель Барановичского ГРОЧС Павел Соленик, финишировав у пожарной части, не успев даже отдышаться, сразу же поспешил поделиться своими эмоциями от пробега. Эмоции переполняют. Очень было интересно, задумка очень хорошая. Ну и, во-первых, это позволяет как-то сплотить коллектив. Ну и, во-первых, и для здоровья полезно. Я бегаю сам по себе люблю, как бы бегаю и в свободное отнесение службы, время. Ну и, как бы, такое событие, 165 лет пожарной службы, как бы большой праздник. И нужно было как-то это организовать, красиво сделать, празднично. Напомним, большой юбилей спасателей отметят 25 июля. Сегодня вузы Беларуси заканчивают прием документов на бюджетные места у абитуриентов. В последний день приемные комиссии работали в штатном режиме до 18 часов. С 18 июля начинаются вступительные испытания, проводимые непосредственно в учреждениях образования по творчеству и физической культуре. Все вступительные испытания организованы только в одну сессию, как для тех, кто поступает за счет средств бюджета, так и на платной основе. Поэтому абитуриенты, которые сдают внутренние вступительные испытания в ВУЗе, вне зависимости от того, поступают они на бюджет или на платное отделение, также подавали документы до 17 июля включительно. Зачисление на бюджет продлится по 28 июля. Прием документов на вакантные бюджетные места дополнительного набора в дневной и заочных формах в большинстве ВУЗов пройдет с 30 июля по 1 августа. Информация о наличии вакантных мест доп. набора будет размещена на сайтах ВУЗов до 29 июля. Завершится приемная кампания ВУЗа 6 августа. Последний день зачисления на платной основе. В Барановичах прошел второй этап Брестской областной отраслевой спартакиады среди работников строительных организаций региона. Соревнования прошли по четырем видам спорта. Минифутбол, волейбол среди мужчин, волейбол среди женщин, бильярд. Организаторами мероприятия выступил Брестский областной комитет профсоюза работников строительства и строительных материалов. Представители строительной отрасли Брестщины приняли участие в настоящей борьбе. Правда, лучших выбирали не по профессии, а в спорте. В Барановичах прошел второй этап Брестской областной отраслевой спартакиады среди работников строительных организаций региона. На смену строительным материалам и принадлежностям пришел спортивный инвентарь. Руководители и подчиненные встретились на равных. Рабочие отношения остались в стенах офисов. Здесь же на спортивной площадке царил дух соперничества. Участники семи команд проявили себя в мужском и женском волейболе, мини-футболе и бильярде. По итогам соревнований были определены победители. Награды нашли своих обладателей. Соревнования проходят на четырех базах города. У нас проходит мужской волейбол. Шесть ударственных команд среди строительных организаций Брестской области. В санатории магистральном играют женщины. Там пять команд таких же соревнований. На дубовом спорте играют шесть команд мини-футбол. И в доме офицеров на базе монарха играют бильярд. В Барановичах прошел финальный этап. Первый состоялся еще в мае в Березе по шести видам спорта. Дартс, настольный теннис, легкоатлетический кросс, гиревой спорт, стрельба, плавание. Его участниками стали 183 человека. Организаторами мероприятия выступил Брестский областной комитет профсоюза работников строительства и строительных материалов. Футбольный клуб «Динамо Брест» планирует построить в областном центре новый стадион на 30 тысяч зрителей. По предложению властей клуб осваивает территорию за Каменецким кольцом. Это будет своеобразная семейная зона, куда люди будут приезжать семьями и не сугубо на матч, а с утра и проводить там весь день. На стадионе планируется большое количество точек питания. Создание большого музея в футбольной истории города. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok